Всем доброго днёчка, с вами я, Дайт Пассивный Гайд, и сегодня у меня для вас, как ни странно, уже вторая необычная новость за день. А именно, она подойдёт для фанатов Хоррора 5 Нights at Freddy's. Да и вообще, я думаю, я теперь буду снимать по ней некоторые новости и прохождение следующей части, если она, конечно, выйдет. Ну так вот, на официальном сайте Скотта, вот, как ни странно, я сейчас зашёл, сейчас уже 21 час, 27 января 2015 года, и картинка изменилась на официальном сайте Скотта, обратно на вот такой вот тизер, где коробка с аниматрониками, тут Бонни, кажется, мальчик с задушными шариками, Мангл, Чика, ну, короче, все новые аниматроники. И недавно здесь стояло, кажется, We have place for you, ну, короче, типа, у нас есть место для тебя, он всегда это делает, какие-то такие странные красные маленькие надписи, ну, которые можно, естественно, легко перевести. А самое главное то, что, наконец-таки, вышел трейлер Five Nights at Freddy's 3, самый настоящий, самый официальный, и из него можно многое понять о всех тизерах, которые до этого были на сайте. Что ж, давайте его просмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, во-первых, что уже бросается в глаза, то, что вообще по всему трейлеру, ну, не по всему, по крайней мере, по одной, второй, точно присутствует вот этот вот загадочный аниматроник, который сейчас изображен. Это какой-то, ну, Golden Bonnie, я не знаю, как это сказать, но все-таки он больше похож на кролика, чем на кого-либо другого, ибо длинные уши. И, причем, в предыдущих некоторых секундах до того, как он на нас нападает, как на этой картинке, показано, как он бьется в некий контузии такой вот. Такое ощущение, что его присоединили к повышенному электрическому напряжению, его просто бьет током, шарашит не по-детски. Что ж, давайте разбираться дальше. Также в углу левом стоит какой-то загадочный аниматроник, прямо за Golden Bonnie. Будут называть этого нового аниматроника Golden Bonnie, потому что это все-таки, ну, Золотой Заяц. Хотя, может быть, в будущем он будет зваться как-то по-другому. Что ж, мы видим, что стоит какой-то некий манекен, ну, с маской Фредди и какой-то частью тела, но без глаз, да и без эндоскелета внутри. Собственно говоря, что же он тут делает? Также в Стиме официально выложен логотип этой версии Five Nights at Freddy's 3, на котором опять изображен этот желтый аниматроник. И знаете-ка что? Вот я сейчас выскажу свою догадку. Возможно, хоть и в этом самом трейлере-тизере было в Гринлайте написано то, что типа прошло 30 лет, и теперь у всех аниматроников выбросили только один аниматроник, который сейчас изображен на логотипе. Но у меня все-таки есть своя догадка по поводу того, что может быть это, ну, такая просто интрига, хотя на самом деле, может быть, это опять приквел. То есть он происходит еще и перед второй частью, это получается самое-самое раннее. Потому что мне кажется, что этот аниматроник как-то связан с укусом 87. Возможно, он как раз-таки укусил девочку или мальчика, ну, короче, ребенка на этом дне рождения, и поэтому-то вот над ним так в трейлере показано это издевательство. И это вы только посмотрите, он весь изорванный, оборванный. Ну, худшего состояния просто врагу не пожелаешь. Также вот есть один из скриншотов планшета, на котором показано какое-то помещение, и мы видим Фредди. Ну, все-таки он больше похож на Фредди уже, чем на Голден Бонни, как на предыдущих фотографиях. Поэтому-то, возможно, что старые аниматроники остались в предыдущей части. Что ж, идет дальше. Что ж, теперь о самих аниматрониках, потому что в трейлере были показаны все предыдущие три главных аниматроник, это Бонни, Фредди и Чика, и даже Бонни во время трейлера жутко поворачивает к нам один из своих глаз, вернее, зрачков. И причем, как мы можем увидеть то, что у Бонни и у Чики есть глаза, а у Фредди, как ни странно, нет, да и Фредди кажется буквально-таки самым неживым. Но вы только посмотрите на их вид, это же аниматроники из первой части, то есть не из второй. То есть, возможно, это все-таки сиквел первой части. Но давайте разбираться дальше. Вот как раз-таки тот самый момент, ну, правда, уже в фотографированном стиле, это тот момент, когда Голден Бонни бьется током из какой-то супер-пупер-вольт-розетки, ну или я не знаю, просто зафига он танцует брейк-данс на полу. Но все-таки мне кажется, что это все-таки аниматроник, который когда-то укусил ту самую девочку, и он уже получается, если это сиквел, то две части лежит в пиццерии где-то там. И, наконец, после того, как пиццерия закрылась, открыл вот этот аттракцион с этим самым опасным аниматроником. И аттракцион, кстати, называется страшным, не знаю, кто будет ходить в эту пиццерию, но тем не менее, ну, по его состоянию можно судить, что он завершил что-то очень и очень плохое. И вот, как ни странно, есть последний скриншот, на котором, я так понимаю, изображен выходящий откуда-то Голден Бонни и голова, да или даже сам пират Фокси, ну, лиса Фокси аниматроник старый. Хотя, как ни странно, его опять же не было показано в трейлере, как и в первой игре, хотя во второй, в трейлере второй игры он все-таки был показан. Но давайте разбираться дальше. А теперь давайте подробнее рассмотрим картинку самого офиса, да и, собственно говоря, что в нем происходит. Как мы видим, здесь все-таки стоит то самое ведро с аниматрониками, где у нас новый Бонни, ну, то есть той Бонни, той Чика, Мангл, той Фредди, кажется, также Беллун Бой. Вон, кстати, на столе, как ни странно, уже стоят игрушки, потому что, скорее всего, их можно будет приобрести за деньги для мобильной версии игры, а может быть даже для компьютерной. Как мы видим, также здесь есть еще и стекло, потому что, ну, скорее всего, мы даже сможем видеть передвижение аниматроников, потому что в трейлере, как мне кажется, все сделано на 3D-движке. И думаю, если так будет, то это будет действительно классная игра, то есть так будет более элистичным и сможем наблюдать. Но, а так как, скорее всего, в трейлере не было показано никакой-либо защиты, ни маски, ни фонарика, то, скорее всего, у нас будет одна вот эта единственная дверь, которую здесь на скрине не видно. Потому что, скорее всего, ну, там будет забегать уже Голден Бонни, ну, и мы просто ничего не увидим. Что ж, ребят, пожалуй, думаю, на этом я закончу свой мини-выпуск. Я кину на голосование за то, чтобы игра попала в Steam в описании. Все-таки мы добьемся того, чтобы ее выпустили, и мы все купим ее, потому что я уверен, что это будет просто супер-игра. И, кстати, ее прохождение начнется прямо, когда она выйдет, так что подписывайтесь на канал. Ну, догадки по ней можете также на других каналах зайти посмотреть. Ну, короче, это лично моя догадка, потому что, ну, реально, он слишком изуродованный какой-то. Да и что-то, ну, Голден Фредди, а это Голден Бонни, как-то звучит даже немножко бредово. Поэтому, может быть, это даже аниматроник, с которого просто слезла краска, но я не знаю, из-за чего так. Ну, короче, ждем официального релиза игры. Как пообещал Скотт, официальная информация от него, игра не выйдет 5 февраля. Вот это он действительно не хочет, не успевает даже, вернее. Зато он сказал то, что игра выйдет 13 февраля, а 13 февраля это пятница 13. Готовьтесь, скоро все начнется. На этом я заканчиваю этот мини-особый выпуск. С вами был я, Дайт. Если вас понравилось это видео, то не забудьте подписаться на мой канал и поставить этому видео лайк. Также смотрите на других каналах. Уверен, что там тоже много чего интересного. Но и ко мне тоже загляните, подпишитесь и поставьте лайк. С вами был Дайт. Всем goodnight.